Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии Вадим Родионов. Анна Смирнова, да, и звукорежиссер Родион Золотарев. С нами на прямой связи журналист Сергей Пархоменко. Здравствуйте. Добрый день. Здрасте. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672 12 93 9 и 672 13 93 9. Звоните, также звоните из-за рубежа Кот Латвии плюс 371 и пишите ватсап 230 6191. Как вы в новых условиях пандемии живете сегодня, работаете, находитесь ли вы в самоизоляции? Ну, как-то обжился уже. Я здесь чуть больше месяца. И да, работаю. Интернет кое-как работает. Вот зум тянет на почту и на социальные сети, его тоже хватает. Что еще надо для самоизоляции? Где вы находитесь сейчас? Нет. Греции, причем довольно далеко, в захолустном месте, на дальнем острове. Так вышло, что мы тут оказались в начале марта. Ну и все, мышеловка-то хлопнулась. Сколько мы тут просидим, непонятно. Не знаю. Может, до осени застряли. Ну, в общем, будем следить. Но желание вернуться в Россию не возникает сейчас? Ну, у нас детей там целая куча. Дети, правда, взрослые. Но все равно как-то они там, мы тут. Так что, конечно, возникает желание. Но исключительно вот по этим семейным обстоятельствам. Ну, довольны теми мерами, которые принимают власти Греции по предотвращению распространения вируса? Греция ходит в отличниках на протяжении всей этой эпидемии. Там хорошая ситуация. Если посмотреть по таблице, где показатели заражения, смертности, выздоровления и так далее всех стран, то Греция движется вниз по этой таблице, в отличие от России. Сегодня, кстати, важный день. Для российской эпидемии России заняла второе место впервые. Причем так, с таким надежным отрывом. Второе место по количеству новых случаев в мире. И впереди только Соединенные Штаты, правда, с очень большим отрывом. Потом Россия, потом все остальные, включая там Англию, Францию, Испанию, Италию, Германию, всех, про кого мы знаем, что ситуация там сложная, но Россия всех их опередила. В Греции все в порядке. В этом смысле. В Греции дело идет явно на спад. Кривая загнулась вниз давно уже. И грекам удалось воспользоваться тем обстоятельством, что значительная часть страны разбросана по островам. И они сумели сохранить вот эти вот естественные барьеры между островами, очень внимательно следя за тем, что происходит с паромами. Важная очень часть греческой жизни – это паромы, которые движутся между островами. От них очень многое зависит. Все снабжение на этих паромах, передвижение. Люди ездят в больших количествах. Это, в общем, такое явление очень специальное для Греции и важное. Вот они сумели как-то это паромное движение устроить так, что довольно много островов, в том числе тот остров, на котором нахожусь я, с нулем зараженных. Нету, не впустили до сих пор. Вот. И здесь приняты разумные, довольно какие-то человечные и понятные меры для организации самоизоляции. Греция была одним из пионеров этого дела. Она довольно рано это ввела. И система простая, понятная, разумная. Ей, в общем, все подчиняются. И мы видим, что люди вокруг, в общем, сидят по домам. Ну да, понятно, что со временем чуть-чуть, конечно, происходит некоторое расслабление. И в магазинах стало немножко больше народу, а на этих людях немножко меньше масок и перчаток. Но в целом, в общем, люди подчиняются и понимают, что все устроено разумно и результат налицо. Что, на ваш взгляд, произошло в России? Потому что мы наблюдали за действиями президента Российской Федерации Владимира Путина, который несколько раз обращался к нации. И первое его заявление многие сопровождали словами «ура, каникулы». То есть Путин сказал о том, что нужно отдыхать. Затем потом уже был режим самоизоляции, но не объявлена чрезвычайная ситуация, что у многих вызывает вопросы, потому что как это юридически можно обосновать. То есть режим жесткий, называется самоизоляция, чрезвычайной ситуации нет, а людям запрещают выходить на улицу. Вот что произошло? То есть Россия недооценила? Почему она сейчас на втором месте? Нет, это перспектива от ответственности. На самом деле это очень понятное политическое обстоятельство. Политик не хочет нести ответственность. Он хочет сохранить полномочия, он хочет сохранить вожжи в руках, а ответственность за то, куда везет лошадь, не хочет нести. Поэтому вот в России произошел вот этот приступ политической шизофрении, когда с одной стороны власть была роздана из центра по регионам, а с другой стороны туда, в регионы, не ушло никаких реальных полномочий. Денег не добавилось и возможности принимать решения не добавилось. Только ответственность туда уехала. Вот вы сами будете отвечать, а я буду, тут на этом месте Путин стучал пальцем по столу, очень как-то поучительно, как такой завод в школе, а я буду собирать всю информацию и анализировать. Здесь она будет анализироваться, сказал он, очень сильно напирая на слово здесь. Это выглядело довольно нелепо, но смысл этого абсолютно понятен. Он сбросил с себя ответственность, сохранив, или попытавшись сохранить полномочия. Кроме того, поскольку плана никакого нет, реального представления о том, что впереди нет, есть некоторое общее ощущение, что надо сидеть на мешке с деньгами и говорить, денег нет, и экономить, потому что мало ли что там впереди. Вот, не дай бог, раньше времени распылить ресурс. В результате создалась ситуация вот сейчас в России, такая, я бы сказал, довольно предательская. Она заключается в том, что вот в последнем своем заявлении, которое было обращено как бы не к населению, а к правительству России, Путин вроде заявил о том, что он готов поддерживать предприятие, бизнес, малый и средний бизнес, и выдавать средства на оплату, на выплату зарплат, при условии, что фактически не произошло никакого сокращения штата данной компании, начиная с 1 апреля. Но штука заключается в том, что после 1 апреля было 2 апреля, а 2 апреля было предыдущее заявление Путина, из которого, в общем, ясно следовало, что никакой помощи не будет. И по существу это был прямой сигнал российскому бизнесу, сворачивайтесь, закрывайтесь, вам никто не поможет, мы оставляем вас одних, ничего вам не будет. И люди начали это делать после 2 апреля. А теперь им говорят, нет, мы возвращаемся на ситуацию по 1 апреля, то есть до моего предыдущего заявления, и начинаем считать оттуда. Ну, я думаю, что немного найдется таких компаний, которые в свое время не заметили этого путинского заявления 2 апреля. Ну, не говоря уже о том, что для того, чтобы раздавать какие-то деньги, вообще какую-то помощь, осуществлять какое-то пособие, нужна эффективная инфраструктура. А с ней как раз плохо. Выясняется, что раздать деньги не намного проще, чем собрать деньги. Вот я в свое время очень дружил с одним российским менеджером, крайне эффективным, реально эффективным, действительно эффективным, который руководил организацией, которая называлась Международный научный фонд. Это была организация в начале 90-х годов, в конце 80-х и начале 90-х, перед которой стала сложнейшая задача. Раздать российской науке, ученым российским, 100 миллионов долларов. Тогда злой, ужасный, вредный, ненавидимый всеми, презираемый всеми, охаянный всеми миллиардер Джордж Сорос пришел в Россию и спас русскую науку. Это факт. Это просто медицинский факт. Вы можете спросить любого российского ученого, любого профессора, любого академика, он вам за Сороса глотку перегрызет. Потому что все отлично помнят, что это было. Вот эти 100 миллионов долларов в начале 90-х годов, которые прибыли в Россию и раздавались малюсенькими порциями по 500 долларов, просто на жизнь, чтобы люди могли есть те, которые занимались в России наукой. Ну и там они оплатили, скажем, огромную программу передвижений по миру на всякие научные конференции и так далее. Зачем я вспоминаю эту всю старую историю? А за тем, что вот этот менеджер, которого я знаю, который был директор этого Международного научного фонда, он страшно гордился и гордится до сих пор. Мы создали такую машину, которая умеет раздавать деньги со скоростью полмиллиона долларов в день. Ну, понятно, что в масштабах страны это совсем другие суммы. Подумаешь, что такое полмиллиона долларов в день. Но для одной организации, одной конторы, это была колоссальная сумма. И действительно, это большое искусство раздать деньги. Так, чтобы они не были разворованы, так, чтобы они достались тому, кому они предназначены, чтобы по дороге не потерялась половина. Или просто не застряла половина, как это происходит в России. Ведь было решение раздавать беспроцентные суды. Ну и кто их получил? Никто. Потому что нет инфраструктуры для их оформления, для их выдачи. Банки боятся, им никто этого не гарантировал, они не понимают, какие критерии. И на всякий случай не дают. Так что в России большие проблемы с организацией этого всего. Не только с политическими решениями, но и с организацией. Ну вот Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, он сказал о том, что Владимир Путин сейчас работает в этом смысле в ручном режиме. Вот что под этим, на ваш взгляд, подразумевается? Ручной режим – это что? Ну, во-первых, Дмитрий Песков всегда врет. И нужно к этому так относиться. Потому что то, что он говорит, скорее всего, не соответствует никакой действительности и не имеет никакого отношения к реальным обстоятельствам делать. Он выдумывал. Теперь второе. Ну, кстати, и Путин сам это много раз признавал, что он выдумывает. Ну, у него такая должность. Он выдумщик. Теперь второе. Да, в истории Путина было несколько таких случаев. Они носили, я бы сказал, довольно анекдотический характер обычно насчет ручного режима. Самый знаменитый – это 2010 год, когда в России была страшная жара и пожары вокруг Москвы, и все затянуло темными такими дымными облаками. Вонище было страшное в Москве, гарью пахло. Было очень много сгоревших деревень, дачных поселков и так далее. Горели леса, торфяники и прочее. И Путин дошел до того, что распорядился, ну, скорее всего, это не было реализовано, но сымитировано было, распорядился установить на стройках, где восстанавливали вот эти сгоревшие деревни и сгоревшие дачные поселки, установить видеокамеры, выведя сигнал от них на телевизор в его Путина кабинете. Он тогда был, это была дырка между двумя его президентскими сроками, он тогда был премьер-министром. Это было очень смешно. Это, я бы сказал, административная катастрофа. Это крах и позор администратора, когда он вынужден прибегать вот к такого рода мерам. Ну, Путин этим очень гордился, ему сказали, что надо этим гордиться, он поверил. Он же окружен людьми, которые его бесконечно облизывают. Вот они его облизали и в тот раз. Оближут, наверное, и сейчас. Вот, собственно, Песков уже приступил к облизыванию. Объяснят ему, что он мудрый, глубокий, тонкий, человечный и очень работоспособный руководитель, который в ручном режиме раздает и приголубливает всем и всех, кто этого заслужит. Вы упомянули, что Путин делегировал обязанности и полномочия властям регионов. И мы сейчас действительно можем видеть, что все решают по-разному. Например, глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, он закрывает республику. В некоторых субъектах Российской Федерации карантин носит более мягкую форму. В Москве, как мы знаем, есть пропускной режим. У Московской области он также действует. Не наблюдаем ли мы сейчас, на ваш взгляд, такое рождение или, может быть, возрождение федерализма? Не могу выговорить даже это слово. Федерализма точно не наблюдаем. Потому что федерализм подразумевает распределение полномочий, ресурсов. Этого не происходит. Происходит в прямом смысле дезинтеграция. Я говорил про это, у меня есть еженедельная передача на радио «Эх Москвы», я стал про это говорить, и, надо сказать, не встретил там понимания. Очень многие люди потом в комментариях мне писали, ну что вы придираетесь, вот, да, некоторые республики, кстати, совсем не только Чеченская республика, наоборот, на севере России, вот недалеко от вас, в Карелии, то же самое происходит, закрыто на въезд. И есть еще очень много регионов, даже отдельных городов, которые говорят, у нас закрыто, мы никого не впускаем. Вы не поверите, но, например, существует административная граница, теперь закрытая, между Крымом и его столицей Севастополем. Ну, формально это два разных региона, но, грубо говоря, это бублик и дырка от бублика. Вот между бубликом и дыркой тоже теперь есть граница. Это довольно смешно звучит, хотя по существу довольно трагично. Да, так вот, люди мне стали говорить, ну что вы придираетесь? Ну да, вот мы, например, там, мне писала женщина из Испании, я живу в Мадриде, я на 100 метров не могу от дома отойти, а вы переживаете, что кого-то там не впускают в какую-то Карелию. Это две разные вещи. Одна история, это ограничение для конкретных людей. Вот, вы сидите дома, вы хотите выйти, вам надо объяснить, зачем вы выходите, куда вы выходите, когда вы вернетесь, и всякое такое. Это в условиях эпидемии разумная вещь. Она позволяет сократить количество контактов людей и замедлить передачу инфекции от одного человека к другому. Ничего более эффективного человечество до сих пор не придумало. И, видимо, и не придумало. Другая история, это закрытие территории как бы вовне, строительство в ней заборов и, так сказать, противотанковых ежей, которые смотрят изнутри наружу. Когда человек, которому, может быть, можно передвигаться по служебной надобности, в виде какого-то специального исключения, или хотя бы просто потому, например, что он уже переболел, у него есть доказанные антитела, он точно больше не заразится и сам никого не заразит. И я уверен, что в ближайшее время таких людей начнут специально использовать, отбирать и использовать для разного рода нужд. Потому что они могут передвигаться безопасно. Чем больше таких людей будет, тем больше будет таких сервисов. Так вот, этого человека, которому можно ехать, его, тем не менее, не впускают. Почему его не впускают? Так вот, это разные вещи. Ограничение на передвижение конкретного человека, привязывание его к конкретному месту. И закрытие какой-то территории непроницаемой границей снаружи. Первое, это карантин, а второе, это дезинтеграция страны. Несмотря на то, что, да, я понимаю, в разных регионах, и, наверное, это разумно, и я подозреваю, что Латвия не очень большая страна, но я думаю, что там тоже можно найти определенные различия между разными муниципалитетами, между разными, может быть, областями, ну, может, они не такие заметные, но какие-то точно есть. Потому что все-таки многое всегда зависит от местных властей, в конечном итоге. Это нормально. И здесь есть всегда польза, если не происходит каких-то таких трагических несогласованностей. Ну, например, многие помнят, что такой реальный, тяжелый кризис в Италии начался после того, как в одной части страны объявили вот этот самый карантин и запрет на передвижение. Не границу провели, а потребовали, чтобы люди в этих регионах, на севере Италии, сидели по домам. А на юге этого не было. Это случилось спустя несколько дней. И вот за это время произошло массовое движение людей с севера на юг. Люди бросились. У кого-то есть там какой-то старый родительский дом, там, ну, мы бы сказали, дача. И люди решили, что лучше пересидеть там. У кого-то там родственники, у кого-то там дела, у кого-то что-то. Кому-то просто захотелось на теплое море в последний раз перед долгим сидением. И люди бросились в поезда и по машинам, и бросились с севера на юг. И в этот момент произошла массовая вспышка заражения, потому что они толпились на вокзалах, собственно, в поездах, там, на бензоколонках и так далее, и так далее. Вот это некоторый такой разнобой, некоторая несогласованность, с которой Италия обошлась очень тяжело. За этим, конечно, надо следить. О чем, на ваш взгляд, вообще говорит-то история с пропусками в Москве и Московской области, которая была введена, и, насколько мы знаем, ну, может, не очень успешной, и, мягко говоря, наверное, не самой успешной, когда люди столпились во время ожидания, пока их проверят в метро. Пока, пока в целом история с пропусками ни о чем нам не говорит, она только развивается. Был один эпизод, трагический, одновременно идиотский, который заключался в том, что непонятно почему мэрия отдала приказ, это был глупейший приказ, отдала приказ полиции контролировать в метро на входе. Возникает простой вопрос. А почему на входе? А почему нельзя, например, людей контролировать уже в поезде? Они все равно там, они едут, никуда не спешат. Ну, вы хотите контролировать, ну, пустите контролера по вагонам. Пусть он ходит, проверяет. Почему на входе-то? Так вот, был идиотский приказ, а потом еще более идиотское исполнение, когда на это были выделены явно недостаточные силы, на каждой станции метро стояло там по паре человек, и они всех пропускали через узкое горлышко, да еще у них не было просто мобильных телефонов с собой, для того, чтобы считывать эти QR-коды, они все время вынуждены были брать в руки чужие телефоны, можно себе представить, сколько за раз они разнесли просто вот так, принимая и отдавая, принимая и отдавая, принимая и отдавая разные телефоны у разных людей. А дальше произошел еще третий идиотизм, я бы сказал, идиотизм упорства. Когда после того, как это все выяснилось, оно выяснилось в первые 20 минут, когда выстроилась эта огромная тама, вместо того, чтобы отойти от метро этим полицейским, сказать, все-все-все-все-все-все-все, ничего не получилось, идите, идите, завтра проверим, сейчас ничего проверять не будем, идите сейчас, проходите, не толпитесь. Вместо этого эти кретины, не побоюсь другого слова, продолжали стоять и проверять, и ждать приказа. Ну вот, три идиотизма в одном месте, вот результат. Ну а почему, на ваш взгляд, не стали российские власти делать пропуски, как, например, в странах Европы, когда люди просто пишут расписку о том, куда они идут и зачем они идут? Вот здесь в Греции, где я, смс-ку отправляешь, очень удобно, очень разумно, просто отправляешь смс-ку на всем известный короткий номер, в котором написано твое имя, твой адрес, и одной цифрой зашифрована цель выхода. Там один, это в магазин, два, это в банк, три, это к врачу, четыре, это помощь нуждающемуся в уходе человеку, там и так далее. Там не так много этих цифр, по-моему, шесть всего. Простая разумная спокойная система, через минуту на эту свою смс-ку получаешь ответную смс-ку, где написано идите, ну все, и дальше ты идешь, этот телефон у тебя лежит в кармане, если надо, ты его показываешь полицейскому. Ну, может быть, это просто потому, что меньше народу, вся Греция размером меньше Москвы по количеству населения, да еще и население это вот размазано там по островам, по всяким не очень густонаселенным территориям и так далее. Собственно, в стране есть реально два действительно больших города, Афина и Солоники. А остальные, ну, либо города, я бы сказал, по московским масштабам такого районного значения или просто сельская местность, много народу живут в сельской местности. Если... С большой стороной, может быть, это не проходит. Не знаю, я не пробовал, я никогда не был администратором в таких обстоятельствах, надеюсь, никогда им не оказалось. Если посмотреть на эту историю с точки зрения геополитики, потому что Владимир Путин все-таки использовал эту ситуацию, как нам кажется, по крайней мере, потому что самолеты с помощью были отправлены в ряд стран, включая Соединенные Штаты Америки, что, наверное, можно воспринимать как определенную такую тактическую победу. Америка принимает помощь от России. Вот как вы оцениваете эту историю? Подлизывается. Нет там никакой, нет тактической победы. Простым, школьным, или я бы сказал, детсадовским языком это все описывается одним словом. Подлизывается. Хочет, чтоб дружили. Хочет, чтоб простили. Хочет, чтоб сняли санкции. Вот и все. Но успешные ходы, как считаете, для него это? Пока нет. Пока это ни к чему не приводит. И звучит это, в общем, довольно лицемерно. и лицемерие этим это всем понятно, когда он или там Медведев, который теперь никакой не премьер-министр, а какой-то таинственный, загадочный заместитель председателя Совета Безопасности, когда они говорят безнравственно в сложившихся обстоятельствах поддерживать какие-либо санкции, ограничения, эмбарго. Эти люди подписали вот этими вот руками эмбарго на ввоз европейских продуктов в Россию. Это не Латвия не дает России рижских шпрот, а Россия запретила ввоз рижских шпрот из Латвии. Про это надо помнить, но про это в России почти никто не помнит. Остановите на улице человека и спросите, отчего у нас тут нет импортных продуктов? Где сыр, колмаса, польские яблоки, я не знаю, норвежская семга и всякое такое? Где это все? Человек вам скажет, как? Злой Европейский Союз не дает нам, запретил нам, объявил нам санкции и не пускает это все и установил на границе барьеры. Нет, дяденька или тетенька, это не злой Европейский Союз. Это твое собственное начальство не впускает и распорядилось еще там давить на границе все эти несчастные яблоки и сыр и прочее. Как объясняли в России, это был ответный шаг после введения санкций, чтобы ударить по... Хорошо, мало ли как они это объясняли, но теперь-то зачем вы рассказываете про то, что любые ограничения, любые санкции, барьеры, эмбарго являются бездравственными? Ну, бездравственные снимите. Снимите сами. В чем дело? Одной бумажкой, двумя строчками. Я такой-то президент Российской Федерации или премьер-министр Российской Федерации настоящим отменяю указ номер такой-то и такой-то от такого-то числа. Не помню, что это было в 2014 год. Говоря, кстати, об обращении граждан, для чего, на ваш взгляд, представителям российской власти нужно зачастую подчеркивать, что решения, которые они принимают, они обусловлены просьбой со стороны, как вы сказали, например, женщина-космонавт Валентина Терешкова, когда предлагала обнулить сроки Путина, это решение обусловлено просьбой простых граждан, которые обращались к ней. И на примере, опять же, отмена Парада Победы также к Путину, как он сказал, обратились ветераны. Ветеранские организации. От неуверенности, потому что не хотят брать ответственность на себя, опять же, все взаимосвязано, это обычная вещь. Если они не хотят брать ответственность на себя на уровне управления, собственно, карантинными мерами, сваливают эту ответственность на регионы, так и за большие решения тоже не хотят. Да нет, совершенно очевидно, что это идиотское голосование надо было отменять. Совершенно очевидно, что нужно было отменять парад. Это все понятно. Но могут быть политические последствия. Это типа плохая новость. Отмена парада это радостная новость? Или грустная? Грустная. Путин не может быть вестником грустных новостей. Он не может сам принимать грустные, неприятные решения. Упадет рейтинг. Не надо, чтобы рейтинг упал. Надо, чтобы кто-то попросил, а я милостиво согласился. Вот и все. Это же так просто. В общем, между нами говоря, это свойственно любому политику. Все политики в мире любят снимать с себя ответственность. Все политики в мире любят сообщать хорошие новости и не любят сообщать плохие новости. Но у некоторых политиков эта любовь и нелюбовь достигает патологической, все сжигающей силы. Путин один из них. Вот пишет нам из Усть-Каменогорска, восточный Казахстан. Мы по пропускам выходим на улицы с 6 апреля, написал наш слушатель и добавил, что мы должны были переехать в Латвию 3 апреля, но COVID-19 нес свои коррективы. Сейчас просто сказали, что можно написать, в каком городе, кроме Москвы, есть пропуска. Вот и написали. Но такой комментарий мы получили из Казахстана. Нас там, оказывается, тоже слушают. Звоните нам 672-12-93-9 и 672-13-93-9 телефона прямого эфира в нашей студии. Пишите в WhatsApp 2306191. Еще вопрос от нашего слушателя. Он спрашивает, насколько законно принимаемые меры в России по сравнению с другими странами? Ну, вот в продолжении того, о чем мы говорили. Это хороший вопрос насчет законности. Дело в том, что в России есть одно очень специфическое обстоятельство, которого нет ни в какой другой стране мира сейчас. Ну, во всяком случае, мне неизвестна другая такая страна. Россия только что разрушила свою правовую систему. Просто прям реально демонтировала. В России были абсолютно незаконным образом, демонстративно незаконным. Внесены поправки в Конституцию. Потом Конституционный суд принял, ну, не просто скандальное, он принял, я бы сказал, истерически жалкое решение, которое состояло в том, если переводить на человеческий язык то, что они опубликовали, что не спрашивайте у нас, мы про это ничего решать не будем, как начальству надо, так и будет, а народ подтвердит подпись Конституционный суд. Вот примерно так это выглядит. И сегодня вопрос в России, а вообще это законно, это вопрос, в котором есть немного смысла, потому что не очень понятно, с чем сравнивать. В России нет Конституции, она демонтирована, разрушена, превращена в кашу. Значит, есть огромное количество сегодня больших, крупных законодательных актов, всяких кодексов, федеральных законов и так далее, которые не соответствуют Конституции. И, соответственно, огромное количество всяких мелких и средних законодательных актов, которые не соответствуют этим федеральным законам, кодексам и прочим. Вся эта иерархия обрушена, она лежит в виде кучи щебня на земле. Вот 1 апреля нынешнего года российский парламент очень спешно, сразу в трех чтениях, потом немедленно за Нижней палатой последовала Верхняя Союза, Федерации, потом подпись президента, все провернули буквально в течение двух дней, был принят закон обо всяких мерах, связанных с эпидемией. Там все в кучу. Аренда недвижимости, банковское дело, какие-то налоговые элементы, то, сё. Но там, например, вот в этом законе нет слова полиция вообще. Или там российская гвардия. Нет такого слова. Ничего не изменилось в их статусе. Не добавилось никаких полномочий. Не появилось никаких изменений в процедуре, которая, например, требуется для того, чтобы следить за человеком. Вообще, когда-то, ещё совсем недавно, в России было законодательство, другой вопрос, как оно исполнялось, но оно было, можно было сказать, это соответствует, а это не соответствует закону. законодательство о том, как проводятся то, что называется оперативно-розыскные мероприятия. Как за человеком можно наблюдать, подслушивать его, подсматривать за ним, устанавливать за ним какое-то сопровождение и так далее. Это всё имелся какие-то процедуры. Теперь нам говорят, за вами будет следить видеокамера и система, которая опознаёт автомобиль, она вообще предназначена там для фиксации всяких нарушений дорожного движения, будет определять законно или незаконно вы выехали из дома. Почему? А кто сказал, что это можно? А это соответствует закону? А чёрт его знает на сегодня. Потому что всё разрушено, всё лежит вот в виде этой щебёнки. И в общем, никто особенно вопрос этого не задаёт. ввели какую-то странную фигню под названием режим повышенной готовности вместо чрезвычайного положения. Теперь вот, значит, есть ещё режим повышенной готовности. К чему повышенная готовность? Готовность вообще к чему-то обычно бывает. Ну вот, вроде, всем понятно. Это когда чрезвычайная ситуация без чрезвычайной ситуации. Когда чрезвычайное положение, но без обязательств государства, а только повышенная готовность. Это законно? Да нет, скорее всего. Но только непонятно с чем или с кем сравнивать. На ваш взгляд, как эта история освещается в СМИ, потому что тенденции, которые мы видим со стороны, это что многие журналисты, которые относились к так называемому либеральному лагерю, потому что всё это очень условно и так контурно, может быть. Тем не менее, многие перешли на Rush Today или на Россия 1. Мы видели Антон Красовский активно сейчас занимается темой COVID-19, Иван Сурвилла, Марина Баринова и так далее и тому подобное. То есть много людей с этой стороны фланга, они перешли и работают сейчас на те телеканалы, которые ассоциируются... Марина Баринова, это, наверное, Мария Баронова. Да, Мария Баронова, простите. Ну, послушайте, да, ну, какое-то количество, я бы сказал, жадных, беспринципных и бессовестных людей пошли работать лжецами. Ну, это бывает, ну, в этом разе есть какая-то тенденция, ну, да, есть какое-то количество вот этих... Ну, а это, скажем так, яркие или потенциально яркие журналисты? Маргарита Симоньян. Ну, пусть пасет. Послушайте, ответ на вопрос, как это освещает пресса, очень простой. Хорошая пресса хорошо освещает, плохая пресса плохо. В России есть много разных медиа. Им живется очень трудно. Но есть достаточное количество, во всяком случае, для того, для чего достаточно? Для того, чтобы человек, который ищет правдивую информацию, нашел ее. Дальше возникает вопрос, а много ли народу ищет? Много ли народу активно хотят пользоваться теми источниками, которые достойны того, чтобы ими пользоваться? Это другая, отдельная, большая проблема. Но источники правдивой информации в России есть. Я вот несколько лет уже координирую деятельность такого большого проекта, он называется «Премия Редколлегия». Каждый месяц, не каждый год, а каждый месяц мы вручаем премию и довольно большие деньги трем российским журналистам, которые хорошо сделали свою работу в предыдущем месяце. Мы их наградили уже таких людей, человек 150 за вот последние, это все работает с середины 2016 года. и каждый раз конкуренция, каждый раз жюри голосует, ссорится, спорит и выбирает наконец своих победителей. Так что есть разные люди, есть бессовестные, жадные, трусливые, беспринципные, всякие, они есть везде и всегда, не надо обращать на них внимания. Пошел работать к Маргарите Симоньянам, умер в профессиональном отношении. Нет больше такого человека. Он сменил свою профессию. Он теперь профессиональный лжец. Вы интересуетесь профессиональной ложью? Ну, пойдите, почитайте его. А если вас интересует не ложь, а журналистика, читайте кого-нибудь другого. А что с газетой ведомости происходит сейчас, потому что много разговоров на газету ведомости купили, я бы сказал, дружественные государству финансовые силы. Это хорошо известный в России прием. Придумано это все было в самом начале 2000-х годов, когда надо было взять под контроль крупнейшую на тот момент в России компанию Медиамост, которая принадлежала телевидение НТВ, газета Сегодня, журналы Итоги, и целый ряд других СМИ. Ну вот тогда взяли Газпром и велели Газпрому держать в интересах государства держать эту медиаструктуру. С тех пор это было воспроизведено много-много раз и с Первым каналом, и с Коммерсантом, и с большим количеством разных других медиа, и электронных, и бумажных, и интернетовских, и вот, так сказать, классического рода. Когда государство ему совершенно не обязано ничего национализировать, оно может найти подходящую коммерческую структуру и велеть ей взять это в руки и командовать. Вот дошла очередь до ведомостей. Ведомости в результате вот этого вот кризиса оказались в очень тяжелом финансовом положении, несмотря на то, что дела их шли хорошо до начала нынешнего 2020 года, до начала эпидемии, дела шли хорошо, дела шли на подъем, там все было в порядке, но на этом месте случилась финансовая катастрофа, и было понятно, что или газета будет немедленно закрыта, или она будет продана, кому не попадя. Продали, кому не попадя. Кто не попадя оказался инструментом государства. И этот инструмент посадил во главе ведомостей человека, довольно известного, надо сказать, в московских, ну не российских, московских журналистских кругах, не надо говорить, что это никому непонятный чертик из коробочки, знают этого Андрея Шмарова как облупленного уже много-много лет, ну он такой, средней руки российский медиаменеджер, ну такой пижон, циник, человек, который много-много лет шил под лозунгом «Заплатите мне, и я вам сделаю». Но до тех пор, пока этот призыв был обращен к каким-то относительно порядочным людям, эта его деятельность была более или менее конструктивной. Ему платили, он делал. Теперь его взяли, посадили на это место и ровно из этих же соображений он и действует. «Заплатите мне, я вам сделаю». Теперь им управляют люди, у которых совсем другие задачи. Их задача заключается не в том, чтобы газета ведомости была высококачественным, уважаемым изданием, а задача их в том, чтобы это был инструмент, с помощью которого они будут, еще один инструмент, с помощью которого они будут канализировать государственную пропаганду в определенную часть российского общества. Ну вот сидит этот человек под лонгом «Заплатите мне, я вам сделаю». Ему заплатили, он делает. вот и все. Ну, кстати, мы уже упоминали Чечню в нашем сегодняшнем разговоре. Говоря о СМИ, новая газета написала материал о том, как с коронавирусом борются в Чечне и по требованию Роспотребнадзора, насколько Роскомнадзора, его заблокировали, этот материал. Сейчас слышали эту историю? И как это можно вообще интерпретировать? Это акт цензуры, как заявил уже Светлый по правам человека? Это, конечно, акт цензуры. И человек, который потребовал этого акта цензуры, это глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Он даже угрожал, насколько нам известно в своей речи. Он не является, абсолютно этого, абсолютно, так сказать, этого не скрывает и даже, в общем, этим гордится. Ну, это часть того, о чем я говорил чуть-чуть раньше. Российская конституционная система, российский конституционный строй разрушен. В той конституции, которой больше нет, хотя формально она есть, но она растоптана, оскорблена, изуродована, опущена во всех смыслах этого слова, в ней была такая статья, где прям битым словом было написано «цензура запрещается». Но с тех пор, как конституционный суд Российской Федерации сказал «делайте с ней что хотите, вам видней», вроде уже как-то и непонятно, а можно ссылаться на эту статью в конституции или нет. Ну вот, Рамзан Кадыров действует так, как будто бы этой статьи нет. Это вот его такая версия. Я бы предпочел считать, что она по-прежнему есть, но нигде не сказано, что я прав в этом споре. Конституция разрушена, это факт. Эхо Москвы, которое, как известно, принадлежит «Газпром-медиа», тем не менее, остается одной из тех радиостанций, которые называют независимыми, и там могут высказываться мнения, отличные от официальной повестки. Вот на ваш взгляд, в чем феномен, и можно ли, и как, точнее, удается эхо Москвы балансировать, учитывая, кто является ее собственником? Ну, выясняется, что очень многое зависит от людей, от их мастерства, от их, не побоюсь этого слова, хитрости, ну и от их смелости, да. Эхо Москвы существует, ну, во всяком случае, некоторое количество людей на эхо Москвы, и я один из них, я, кстати, формально не являюсь сотрудником Эхо Москвы, я приглашенный автор. Я, правда, приглашенный автор скоро 17 лет. С 2003 года вы ведете суть событий? Да, с лета 2003 года. Вот нынешним июлем будет 17 лет, как я каждую пятницу, ну, иногда пропускаю, примерно у меня получается 45-47 раз в год я выхожу по пятницам на Эхо Москвы, и у меня есть час, на протяжении которого я абсолютно свободен. И вы можете говорить абсолютно все, что угодно об Эхе Москвы, о людях, которые руководят Эхо Москвы, о линиях Москвы, политические позиции Эхо Москвы, тактики и стратегии Эхо Москвы, только я знаю, что я 47 раз в году, и так уже 17 лет, могу говорить в прямом эфире то, что я считаю нужным. И никогда, ни одного раза, никто не сказал мне, этого не говори, или никто ни одного раза не сказал мне, скажи вон то. Что я хочу, то я и говорю. И так это и устроено. И, конечно, есть какое-то количество людей во власти, которые считают, что они таким способом достигают каких-то своих целей. Они чем-то там манипулируют, кого-то там успокаивают, или, я не знаю, производят какое-то впечатление на кого-то, или что-то там такое имитируют, или что-нибудь вроде этого. У них есть какие-то свои задачи, и они с помощью Эхо Москвы их решают. На это я уже 17 лет говорю им, ну, давайте, давайте, валяйте, решайте ваши задачи. Вы пока решайте ваши задачи, а я пока пойду в эфир. И проведу еще одну пятницу, еще один час в эфире, в котором буду говорить то, что я захочу. А вы продолжайте, продолжайте, продолжайте интриговать, манипулировать, влиять, вот это все. Продолжайте, продолжайте. Давайте еще, давайте. Мне не жалко. Ну, вот время нашей программы, к сожалению, подходит к концу. Спасибо вам большое, что нашли время и вышли в прямой эфир. Сергей Пархоменко, журналист, был с нами на прямой связи из Греции. Всего вам доброго и до свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok,